Добрый вечер, уважаемые зрители! Мы продолжаем наше общение с муниципальной властью Сегодня вторая программа Сегодня мы будем общаться с Александром Олефиром Начальником управления экономики и инвестиций И Валентином Бельским, советником Голородского головы В прошлой передаче мы обсуждали достаточно важную тему эволюции И изменений, которые ждут нас в муниципальной власти А сегодня мы будем говорить о том, каким же образом это происходит И будем продолжать общаться с членами команды И начнем мы с вас, Александр Александр, расскажите, кто вы, откуда вы, как вы к нам попали в наш город И чем вы, собственно говоря, занимаетесь в муниципальной власти Кратко о себе Прослужил 20 лет в вооруженных силах Был военным финансистом Большую часть службы посвятил подготовке финансистов для вооруженных сил Украины По окончании военной службы недолгое время работал в МВД Заместителем директора департамента финансов и бваторского учета МВД Украины Отвечал за денежное удовольствие, заработную плату, пенсионное обеспечение Всех служащих и неаттестованного состава органов внутренних дел Далее работал в должности первого заместителя Ятинского городского головы После всем известных событий, оккупации Работал в различных должностях И так сложилось, что встретился с Александром Федоровичем Васенкевичем Многие интересуются, как Я, когда нечего делать, говорят, нужно писать книгу Взялся за книгу с названием «Мэрские финансы» Або «Доброе будет место в ваших руках» как раз для мэров И в ходе общений при написании книги Встретился с Русланом Рохом Он мне предложил провести занятия в школе мэров Провел занятия И для меня неожиданно И потом вы подали на... Нет, мне пригласил Александр Федорович пригласил на собеседование И я благодарен его приглашению, потому что вижу, что здесь очень много интересной работы сейчас Хорошо, и чем вы конкретно занимаетесь? То есть это вот так управление экономикой инвестиций, ну в принципе, такими простыми словами Значит, на сегодняшний день, да, я руководитель управления экономикой инвестиций, на которые возложены задачи Это разработка и контроль выполнения программ социально-экономического развития, отраслевых программ Это мониторинг экономической деятельности субъектов экономики, в том числе наших коммунальных предприятий Это организация обеспечения эффективного, ну экономически целесообразного расходования денежных средств В том числе мы знаем сейчас это внедрение программы Прозора Вот, ну другие... Мафы и рекламные сооружения, это тоже все ваши компетенции? Нет, мафы и рекламные сооружения, это несомненно, это есть отдел торговли сферы послуг Но задачи экономики мы везде, да, экономика это взгляд на жизнь, то есть экономический взгляд То есть наша задача, чтобы городская экономика работала эффективно Если в сегодняшний день я вижу, что есть проблемы в этой сфере, значит я включился также в эту работу И я думаю, что есть намечен путь, по которому мы идем и перейдем к тому, что у нас в городе будет порядок Хорошо, то есть в любом случае мы сейчас как раз об экономике и будем говорить Нашим телезрителям я напоминаю, что вы к нам можете через буквально пару минут дозвониться по телефону 76-92-42 76-92-42, он будет периодически появляться на экране И вы сможете в прямом эфире задать вопросы вас интересующие А мы подготовили один сюжет специально для вас В улице Топлощи Миколаева заполнили сотни мафиев Насправжение торговли, что перетворилось, навык центральной улице Топлощи Останными роками у мафах можно придбать будь-что – от м'яса до білизни Здавалося б зручно, після роботи не треба бігти до супермаркету, а можно придбати продукти поруч із зупинками громадского транспорта Проблема в том, что с часом кількість мафів збільшилася настільки, что они заважают перехожим И утворяют свои родные тунели и лабиринты поблизу зупинок громадского транспорта Важкопрохідними стало не лише около улице Базарів, а й центральні райони міста Ми вирішили дізнатися, чи заважають мафи громадянам Виявилось, що так Цікаво, що побачивши камеру, продавчиня одного з кіосків почала розповідати, що вони нікому не заважають, щоб пішохідний прохід вони не перегородили Насправді ж відстань між мафами на розі проспекту Леніна та Дзержинського складає близько пів метра Базарні площі взагалі вражають Так, торгівельний комплекс «Колос» розділений лише проїзною частиною З одного боку базар у мафи починаються прямо із автомагістралі Біля дороги розташовані трамвайні колії Переходити тут дорогу та взагалі пройти пішки аж занадто складно Ми вирішили дізнатися, які дозволи є у власників цих мафів Зустрічаємо продавчиню Дівчина розповідає, що жодних документів у неї немає, вони знаходяться у директора Отже, висновок один, якщо не зупинитися з застрій мафами і кіосками, то скоро ми перетворимо наше місто на одну суцільну торгівельну площу Як раз вопрос к вам, тут є багато сторон в такому положенні дел Це годична давності сюжет, на сьогоднішній момент в принципі нічого не змінилося, як ми будемо далі жити? К сожалению, нічого не змінилося з прошлого року, але ми не придумаємо нічого нового Есть розміщення временных сооруженьів, объявлено ще в 2011 році Приказом Минрегонбуду 244 Плохо, единственное, що той порядок, який существує в місті до сьогоднішнього дня Который городський голова іниційував, його пересмотр, був тоже принят в 2011 році, але він не соответствував і не позволяв работать в законному русле На сьогоднішній день необхідно разработати комплексну схему розміщення временных сооружень, передвижних, непередвижних, сезонних, всесезонних Вони все должны быть на единой комплексной схемі Ну, в общем, одним словом, мафов, да Далі, проводиться конкурс, вони розміщаються по конкурсу Те, які не по конкурсу, дальше, ну, главное, що є місце, предприніматели видять, що в цьому місті вони можуть розмістити временне сооруження Кроме цього, ми розрабатуємо архетипи, теж должны по рішенню сесії приступити до разработки архетипів цих сооружень Як вони должны выглядеть Хорошо, давайте так, если я все правильно понял, і зрителям хочу объяснить, то есть ми щас говоримо о том, що Существуючі до цього правила розміщення мафов не позволяли нам розмістити їх на законних основах Я правильно вас понял? Существуючі правила були несколько запутанні, вони позволяли не приймати своєвременне решення, чи дати добро, чи отказати И, соответственно, позволяли произрасти этой массовой системе Когда нам не отказали, ми ставимо То есть у нас появилась масса героїв борців Вот с мафами И масса предпринимателей, которые действительно, ну они хотят работать Они-то создают прибавочную стоимость Кормят и свои семьи, и чужие Вот об этом тоже необходимо не забывать Наша задача не побороть Наша задача создать систему, чтобы люди работали законно, но при этом Соблюдались, ну все требования, строительные требования, эстетические требования То есть, чтобы Николаев потерял это гордое звание Будкоград А это было в каком-то оккультуренном виде Это, чтобы Николаев был прекрасным городом, каким он и существует И вот по поводу Николаев прекрасный город, Валентин Вот мы в прошлый раз с вами говорили об эволюции Назвали этим гордым словом эволюция Давайте вот сейчас поговорим об эволюции Исполнители-то остались те же, а задачи другие Как мы этот вопрос будем решать? И когда главное? Самый важный вопрос в том, что появилась воля Руководителя и Александр Федорович Ставят сегодня перед исполнителями Конкретные задачи В июне сессия должна принять Новое временное положение О строительствах Да, оно будет скорее всего временное Потому что период, который мы возьмем Может быть до конца года Мы будем использовать для того, чтобы разработать Новое положение, которое удовлетворит все Заинтересованные стороны Давайте проговорим про эти заинтересованные стороны Это важный момент Я поясню, почему временное Потому что комплексная схема будет разрабатываться Порядка шести месяцев Кроме этого регуляторный акт Еще надо будет время на Проведение этой процедуры То есть, если я все правильно понимаю То есть, к концу года Будет уже Скажем Статичная Статичная Постоянно действующая Схема Ну не схема Это неправильно сказать Система Получения таких дозволов Да А на время пока что Прекратить эту вакханалию Будет временная В июне Правильно? Да, временный порядок Им вводятся уже Предусмотренные законодательством Украины Нормативными документами Украины Паспорта Этих объектов Паспорта объектов И То есть, все необходимые документы Которые на сегодняшний момент должны быть Правильно? Да, не сервитуты Как сегодня Ну придуманные И давайте послушаем Я прошу прощения Давайте послушаем У нас есть звоночек Добрый вечер Вы в эфире Добрый вечер Меня зовут Анна Хотела бы задать такой вопрос Экономическое развитие Это понятно Как бы широко сказано Вы могли бы ответить сейчас На данный момент Что конкретно сделано уже И что планируется сделать И какие инвестиции Планируете привлекать В наш город Спасибо Анна Инвестиции Очень важный вопрос Это вот Анна Опередила этот вопрос Мой Я тоже очень интересуюсь Откуда же будут деньги За чей счет банкет? Да Ну я хочу Успокоить Горожан На сегодняшний день Николая В плане инвестиций Достаточно В хорошей ситуации Инвестиционный рейтинг Николаева Выше общеукраинского Выше рейтинга Того же Киева Кроме этого мы видим Ведь инвестиции На самом деле Основную массу инвестиций Приносит бизнес Вот И мы видим что В бизнес инвестиции идут Согласно рейтингу На Евро рейтинг По городам Украины Николаев Вошел В пятерку Наиболее Ну города С наиболее эффективными Инвестициями Больше того В интернете Проскальзывает Рейтинг Я здесь только не Проверял Но в новостных сайтах О том что Николаев входит В лидеров И эффективность инвестиций Общеевропейских Хорошо Вот Это все хорошо звучит Да Это в принципе все здорово Давайте Давайте чуть проще Вот смотрите Инвестиции как правило Бывают достаточно целевые Да То есть если какой то В регионе существует Какой то Передумовую Украинскую моловую Для создания Для создания Какого то Вида бизнеса Вот какой бизнес Инвестируется На сегодняшний момент В Николаеве Мы видим Мы видим что Развиваются терминалы То есть идет рост То есть портовая инфраструктура Портовая инфраструктура Да На сегодняшний день Она больше сдерживается Даже нашими Транспортными возможностями То есть качеством Подъездных путей И железнодорожных Да Это зависит от Государственных инвестиций Но программа Как раз На государственном уровне Принимается Разрабатывается Программа Повышения Ну Развития транспортной Инфраструктуры Как раз Николаевской области И кроме этого На инвестиции Очень сильно влияет Состояние Политическое В регионе То есть у нас Экономически Мы в хорошем положении Потому что Есть спрос На 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 продукцию Украинскую Сельскохозяйственную На Другие виды Перегрузок Вот Перевалочных работ То есть Есть рост в этом направлении Но Должен Когда С нами С нами Косором Местного самоуправления Работают Нас спрашивают Бюджет Принят Дайте нам Показатели бюджета То есть Есть план Есть ли Генеральный план Потому что Чтобы развиваться Должна быть В хорошем Порядке Градостроительная Документация У предприятий Любого уровня Нам Необходим План зонирования Здесь вопрос еще Качество нашей работы Органовласти Когда у нас Будет слаженная Правильная работа Сильная команда Причем единая Инвестиции Действительно Увелись Вот я на это На этой ноте Перейдем мы К Валентину Который как раз Сильные Слаженные команды Он в прошлый раз Нам говорил Об алгоритмах О процессах Давайте теперь Ну на простом языке Вот Слаженные команды Это все слова Они достаточно емкие Они под собой имеют Большие фундаментальные знания То есть Бесспорно Виден уровень профессионализма Но нас как простых жителей Больше интересует Вот такая конкретика Вот у меня Это изменится завтра Это послезавтра Там рабочие места Там Слушательница наша Которая звонила Она говорит Что уже сделано Что будет сделано Давайте сейчас тогда Поговорим о команде Вот опять же Да И вот такой будет вопрос Проблема В самом деле Не в создании Хороших законов А в исполнении Давайте сейчас Поговорим Как раз О структуре И о Механизмах Контроля За теми Хорошими Инициативами Которые Бесспорно Создаст команда По крайней мере Как заявлено Александр Александр Иванович Александр Иванович Наверное может рассказать О том Насколько он Считает необходимым Чтобы в структуре Появилось Специальное Подразделение Аудита Это ведется Речь уже не в первый год Об этом Но функции До сих пор Не проговорены Детально Подразделение Которое бы Занималось контролем Выполнение Так поставленных Распоряжений И соблюдением Четких сроков И реализации Прошу вас Александр Ну Есть направления То есть Идет сейчас Действительно Активно Рассмотрение Тех изменений Которые необходимо Вести в структуре Бюджетным кодексом Украины Требуется Создание Подразделения Аудита Несомненно Мы его Должны сейчас Мы должны Его создать Это Назрело Тем более Есть и общественные Спросы Теперь уже Поработав три месяца В городе Я вижу что Есть крайняя необходимость Проведения Инвентаризации Основных средств Материальных ценностей Вот Кроме этого То есть это как Ну аудит основных Средств Но надо проводить И аудит качества Хорошо Давайте Я понял Мы сейчас опять заговорили О структуре Внутри муниципальной власти Давайте мы перейдем На улицы нашего города Вот смотрите Давайте вот простой пример рассмотрим Да мы говорили Вот мы показывали вам сюжет о мафах О мафах И там среди прочего То есть В любом случае Будет момент Когда незаконные мафы Будут демонтироваться Правильно То есть Как этот механизм вообще Как определить Законный этот маф Незаконный этот маф То есть Люди же Ну по большому же счету Мы же не можем просто сказать Ага вот всех с улицы Все И мы сейчас все будем по-новому строить То есть мы должны найти Какое-то социальное решение Которое решит и проблему Будкограда И проблему тех предпринимателей Которые уже Какие-то деньги в это инвестировали И все-таки создали Какие-то рабочие места Худо-бедно Как с этим быть вот на улицах Значит Ответ на этот вопрос состоит из двух частей Первая часть Это комплексная схема На которую Мы должны нанести То Что должно быть Опять же Исходя из потребностей И спроса Там где у нас есть Не хватает аптек Должны появиться Где-то аптеки В удаленных районах Где Где-то Ну не хватает И необходимо Усиление Там какой-то Продуктовой зоны Или Необходима Зоны отдыха Кафе Это все должно найти Исходя из потребностей Поэтому Для меня Вообще Больше Я уделял бы внимание И пытаюсь доказать Что комплексную схему Должны Отрабатывать В первую очередь Специалисты Управления Торговли Я понял То есть Вы сейчас Примерно сказали Будет следующая передача Смотрите Будет представитель управления Торговли Вот его Этими вопросами Давайте послушаем Сейчас секунду Давайте Зрители у нас Носят Первоочередной характер Добрый вечер Вы в эфире Добрый вечер Добрый вечер У меня такие пожелания Вам пожалуйста Я живу в районе Старого вокзала Там организовали Рынок Но один туалет Он работает Всего 4 часа Надо понять И эти все маршрутчики Все буквально Там 76 89 Вот Все ходят В этот скверик Кто разрешает Ставить эти вот Эти будочки Возле сквера Они все же Поправляются Там Пойдите в те Просто поедите туда Посмотрите Я так понимаю Что торговля Как торговля В принципе не особо Но условия Которые После этого создаются Например Когда эти сворачиваются Эти рыночки Я думаю Женщина бы продолжила Когда этот рынок Сворачивается Там просто превращается В свалку Это же уже горячее Что делать Да Рынки вывернуты Наизнанку На сегодняшний день Внутри рынка Свободные места Вот Люди Торгуют Не на рынках Где Ну все-таки Хоть как-то Идет проверка Этой продукции Должна быть А то делать Самой организацией рынков Как они организованы Это полбеды Нам важно Люди жалуются Там нет туалетов Нет там Мусор И так далее Вот что Когда вообще Будут приняты Какие-то кардинальные меры По улучшению Этого состояния Ну по этому сигналу Нужно разобраться Несомненно То есть Это достаточно Известное место Кстати в Николаеве Старый ЖД вокзал Это достаточно Известное место Вот Валентин Наверное Не раз там бывал Но видел как это происходит Это ужасно Я думаю что один туалет Как раз размещен На рынке Потому что по нормам Там должен быть возможно И один туалет А то что туда И маршрутчики Ходят мимо И то что есть незаконная Торговля Несомненно Тут надо поработать И с транспортниками Чтобы оборудовали Ну я надеюсь Вы возьмете себе Под карандаш Возьму да Под карандаш И у нас еще есть один звоночек Мы наверное Это будет последний звонок В этой передаче Добрый вечер Вы в эфире Слушаем вас Добрый день Вас беспокоят Жители улицы Володарского Угол Сиварской дивизии У нас стоит на углу Овощной киоск Который Стоит на пешеходном переходе Прямо на знаке Светофора Утром Люди идут в больницу И когда этот автобус вооружается Создают аварийную ситуацию Мы просим принять меры И решить вопрос с этой мафой Спасибо большое вам Спасибо большое Я думаю что Александр Александр И Валентин Возьмут это дело На свой контроль В принципе все на месте Думаю решат Да вот кстати Очень важный вопрос Вот смотрите У нас осталось буквально Несколько минут эфира И перед Хотелось Вот какой вопрос Смотрите Есть факт незаконной установки Там мафов Ну не то что незаконной Какой то Да установки Но есть факт установки мафов В тех местах Которых их априори Ставить нельзя Ну те же вот Та же проблема Поднята это Пешеходный переход Или там они стоят вдоль дороги Таким образом что Люди там Прозаскакивают Как то с этих маршруток То есть пешеходный переход Там шириной 2 метра А проход там узенький Это например Возле автовокзала Да там Где это все так скомкано То есть это создает Реальную То есть Есть какие то механизмы Которые Ну не нужно дожидаться там ничего То есть это Там должны быть какой то ГАИ например Следить за там За безопасностью движения Или как это выглядит Значит Я ну Не хочу объяснять Почему это не было сделано Раньше Или сегодня Но Я могу заверить Что Будет наведен порядок И Касательно того Что Те кто хотят Работать законно Я думаю большинство Предпринимателей Именно так и хотят работать Будут работать законно А все незаконные Вот эти строения Будут снесены Вот В течении какого времени Вот смотрите Я Понимаете что нам обещают Каждый вот Каждый выбор и каждая команда Об этом говорит Но вот Как вы видели в сюжете В общем собственно говоря Только на уровне обещания Все осталось Я думаю что Разработка временного положения Должна стать Серьезным предупреждением Ну тут говорят Да Что когда объекты стоят Вообще с нарушением То есть мешают Создают Аварийную ситуацию Создают Ситуацию связанную Там С опасностью Там пожаров Да То есть несомненно Необходимо Именно на такие объекты Реагировать В первую очередь А созданы какие-то Ну вот Какой-то инструмент Это же не только что С людей Люди там в принципе Если вы кинете клич И дадите какой-то Прозрачный способ связи Вам Ставят Небезразличные Николаевцы Потому что вы заметили Что Николаев у нас Жители у нас Очень активные Очень любят свой город Значит Есть Ну В каждом районе Есть подразделения В администрации района Вот Они работают Но Стихия Это уже Ну стала стихия Это бедствие Да Поэтому так мы называемся Будкоградом Потому что это бедствие Оно приобрело такие масштабы Что мне уже этих людей Я не знаю На самом деле их уже жалко Потому что они Между прокуратурой Получается Находятся Между требованиями Населения И между Тем состоянием Ну дел Тем порядком Который не позволяет На сегодняшний день Мы должны привести в порядок Главное Нормативную базу Чтобы Чтобы Больше Чтобы появились Действительно Появилась Культура Законной Установки Мафов То есть Чтобы все спали спокойно Общественники спали спокойно Что мафы Как грибы под дождем Не появляются И Бизнесмены спали спокойно Что их завтра маф не приедет Не увезет Какой нибудь Без объяснения причины А тот кто Главный специалист Специалист Который отвечает за снос Он не отвечал Перед предпринимателями Почему Снесли именно его А не те 15 еще Будок Которые стояли рядом Их не затронули Я понял У нас осталось буквально 30 секунд эфирного времени Я вас прошу Нашим зрителям Напоследок Какие-то там Слова Которые вы считаете важными Буквально 30 секунд Я хотел бы сказать горожанам Что Мы Нас ждет Город Николаев Ждет успех Это придет обязательно Придет С повышением качества Несомненно Работы Местных органов власти Но придет И с верой в себя В свои силы И мы открыты Для общения Для развития Для Выработки Тех решений Которые Нас Приведут К успеху Спасибо вам большое Я напоминаю Напоминаю Что мы Сегодня Были в цикле Передач Контакты С муниципальной Властью Прямая Связь с ней У нас в гостях Был Александр Олефир И Валентин Бельский С вами был Андрей Острев До встречи Через неделю Спасибо Музыка 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 Музыка